Добрый день, уважаемые друзья! Вы смотрите Арктик ТВ. Сегодня понедельник, 16 часов и, как всегда, в прямом эфире программа «Знаки». И в этой программе мы не говорим о политике, а изучаем и разбираем судьбы людей с позиции расположения звезд и небесных объектов, а вернее планет. Планетос, как говорили в Риме, это движущаяся звезда. Вот с позиции движущихся звезд мы все и разбираем. Программу для вас ведет астролог Сергей Сказинский и моя коллега Ксения Мавлютова. Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Мы очень ждем ваших звонков к нам в прямой эфир. Номер телефона прямого эфира вы видите у себя на экранах, а также я для вас его продиктую. 8-911-300-1377. Звоните, ждем! Уважаемые телезрители, телефон работает только на прием голосовых сообщений. СМС-сообщения нам не отправить, а также в WhatsApp мы звонки не принимаем. Поэтому мы принимаем текстовые сообщения только в группе ВКонтакте, которая называется «Астрологический центр знаки». Вот эта группа. Здесь есть несколько разделов и много информации. Вот ваши вопросы астрологу приходят. У нас есть индивидуальное обучение и репетиторство по астрологии. Если вы занимались астрологией и немножко недозанимались, мы вам можем подрепетировать и дотянуть до нужного уровня. Обучение астрологии – это если обучаться непосредственно в группе. Отзывы, предложения и всякие тарифные планы. Также у нас есть здесь разделы, которые связаны с какими-то событиями, происходящими на небе. Вот последнее событие произошло ровно в 10 часов 6 минут сегодня. Это было новолуние. И коль у нас сегодня первый лунный день, то сегодня надо все планировать, смотреть в будущее, вперед и очень хорошо представить ближайшие 30 дней. Но в реальных красках. Не уходить куда-то далеко там. Я стану президентом. Почему не? Новолуние-то в рыбах. Придумывай, да придумывай. Да, бредовые идеи могут быть, да. Поэтому постарайтесь, чтобы у вас очень хорошо продумывались планы именно сразу после новолуния. И тогда вы будете пользоваться космическими ритмами, и жизнь пойдет даже очень, может быть, неплохо. И не будет так ломаться или трещать по швам, как у некоторых вот происходит. Со своей стороны хочу добавить, что это крайнее в астрологическом году новолуние. Мы за этот астрологический год, который начинается когда, Сергей Михайлович? Ну, у нас с 20 или 21 марта по-разному. Да, начинается с дня весеннего равнодетия. Астрологический год. И что? Нужно поблагодарить этот год, да? Да. Закрыть все незакрытые гештальты. Действительно помечтать, потому что новый цикл будет открываться. А вообще рыба, конечно, это про любовь, да, Сергей Михайлович? Да и весна на носу? Ну, рыба – это всегда весна на носу, да? И у нас просто она как бы на носу, но арктическая весна, она немножко в другое время происходит, когда уже везде лета. Сергей Михайлович, когда у нас в Матске весна? Вот я никогда это не могу определить. Но весна, когда цветут яблони. Так. И вы можете это увидеть воочию, ну, например, в Московской области или в Московском регионе. У нас весна, ну, весна календарная, скажем так, весна астрологическая. Культическая. Вот когда понятно становится, что у нас на столе? Ну, вы не помните. А у меня такое ощущение, что у нас сразу лето. Зима, слякоть, оп, лето. А мне кажется, у нас вот так вот зима, весна, а потом осень. То есть этот промежуток все-таки был не лето, а весной, я так и думаю. Ну, как-то так. Семь месяцев снежный покров лежит. Да. И некоторые вот приезжие говорят, что у нас жить хорошо, и климат нас никак не трогает. Ну, да, эти три не забываю. Я вчера подискутировал с очень хорошими людьми по поводу Териберки. Я говорил, что там делать нечего. Да? Териберки, да. Вы так снижали поток, чтобы вытоптали наши святые края, да? Ну, я не знаю, все равно я вот еду в Териберку в субботу, везу город. Вот видите, тянет, значит, и туда людей-то? Людей тянет, и я очень хорошо расскажу, но я до сих пор понять не могу, что они в Териберке забыли. Я изучаю их. И вот водитель меня всегда спрашивает, зачем мы Териберку доедем, куда-нибудь в другие места. Ну, а за что, интересно, любит? Вот за эту дикую природу, возможно? Лона? Море. Ну, я не знаю, в Сочи тоже море. Вот отойди от города подальше, да? Там тоже море. А тут-то северное. Северное. Холодное. Снег и море. И на Белом море такие вот места есть. Ну, а какие отзывы у людей о Териберке? Круто, вообще невозможно, как? Драконь и яйца, все, во все виноваты. Может быть, может быть. Ну, сейчас все засыпано, ничего не видно. Вот даже видео показывают в интернетах. Люди подходят к берегу, в шторм, в шторм, подходят на, но это не в Териберке было, а на рыбачьем, на мысе немецком. Подходят в шторм, как волна даст, и все мокрые. И, слава богу, не утащила в море никого. А мне Териберка нравится тем, что зимой одна картинка, а осень, например, приезжаешь в это же место и совсем другая картинка. Мне осенью больше нравится, конечно. Мне тоже. А летом, летом, мошка может быть, и не очень приятно. Ну, вот так вот. Вот осень самое то. А весной мы даже фильм снимали. Весной, ну, все засыпано снегом, все нечищено, все не вот так. Некоторым еще нравятся приключения, пока туда доедешь, да, если заметет. Или обратно опоздать на самолет. Ох, какое приключение. Или три дня там просидеть, снять квартиру. С лампадой. Снимать квартиру за 5000 битву и спать в этой квартире. Ну, хоть не в лодке, слава богу. Сергей Михайлович, у нас есть вопросы из чата. Давайте ответим. Итак, Анжелика. Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Вопрос по браку сына Андрея, который родился. Да, родился Андрей. 27, 10, 93, 16.35 в городе Мурманске. И невесту сразу дает. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я отдельно сделаю. Самое интересное, что нам прислали даже день бракосочетания. О, сейчас мы все разберем. Сейчас мы вот такой разбор сделаем. Так, Андрей, 27 октября, 93, среда, 16.35. На Луне, там где-то в районе Овна. Третья Овна, да? Асцендент у вас. Ну, да, я сейчас. Я понял. Одна секундочка. Так. Сейчас. Десятая. 1993 год. 16.35. Да, да, да. Иди, скажи, скорпион переполненный. Переполненный скорпион. И солнце в скорпионе, луна в Овне. Асцендент в третьем градусе, да? Да, в третьем у меня получилось. Ага, Венера у нас в лесах. Собака отвечает. Так, супруга. Итак, супруга. Дарья. Дарья родилась 3 октября 2001 года. 20.45, город Мурманск. 20.45. Слушайте, по нашим видео, которые выкладываются в интернете, можно астрологию изучать. Вы тоже так думаете? Я, да. Да, я тут пересматривал наши передачи. Думаю, боже мой, действительно, если бы внимательно смотреть, уже мой так на кинетике. Значит, 20.45? В 20.45 в городе Мурманске. 20.45. Мурманске. 20.45. Тоже Мурманске. 3 октября 2001 года, 20.45, Мурманске. Луна, ага. И тур, слушайте. У меня тут в Овне, в 25-м Овне, и тоже Луна. И Солнце прямо у него на Венере. И Солнце. Я сделала сразу все настрой, потому что у меня двойная карта настроится. Так. Так, значит, а какой вопрос? А вопрос-то в следующем у Анжелики. Будет ли брак долгим и счастливым, и когда появятся дети? Ну, давайте попробуем ответить. Я недавно выступал в Гаджиево, предсказал трех детей, и одного человека назначил идти на выборы. Вот. Да, очень хороший план. Не мешкайся, грандиозный. Да, чего чего? Детей так трое. Нет, ну ни одному человеку, разному. А, да, я думала, одному. Да, я не могу сразу. Вот богатый корзинку, видите, как приехали. Слушайте, и там, знаете, задают такие вопросы. А если Юпитер в пятом, вот из зала, а если Юпитер в пятом доме, это может быть показатель на большое количество детей? Представляете? Какие там, да, уже люди-то подготовленные? Делать нечего, сидят, астрологией хоть занимаются. Ну, это хорошее дело. Дети, дети. Так. Давай, значит, Андрей, 27 октября. А брак-то когда? Брак состоялся 15 июля 22-го. 15 июля 22-го. Какой там лунный день-то хоть? Сейчас мы посмотрим. Сейчас я посмотрю 15 июля. 15 июля 22-го. 15-е, 07-е, 2022. 15-го. Я на 12-ую ноль поставлю. Бригады. 22-й. Так, 12. Наполняется. Что-то у нас 16-й лунный день. 16-й, да. А 16-й и даже 17-й вообще еще лучше. Да. Ну, 16-й такие, вот, вот, прямо хочется сказать, селянка. Хочешь большой, но чистой любви. Вот так. Красота. Чисто, ну, вот, с хорошими помыслами. Ну, конечно, солнце в раке, Меркурий в раке на момент. И Венера в Близнецах. Венера в Близнецах. Ну, подпишись. Ну, она там нормально здесь все. И давайте посмотрим теперь у Андрея. Значит, у Андрея минус что? Очень сильно выраженный скорпион, да? То есть человек всегда будет куда-то лезть, куда его не просят. Это первое. Ну, может, он военный. Может, он военный. Там, тогда это, ну, как бы, сглаживается. Или полицейский, или там спасатель, или кто-то, кто-нибудь еще есть. Вот в таких вот напряженных вещах связаны. Дальше, ну, вы видите, Меркурий с Марсом на Плутону. Ну, мне кажется, на Славццо-то, конечно. На Славццо. Он очень остр. Очень остр и кусач. Но Сатурн из Водолея, да, Сатурн из Водолея, сдерживает как бы вот эти вот... Эти проявления согласия. Вот эти вот... Вот хочется вот вообще всех разнести, но человек как-то терпит. И вот это терпение здесь вот хороший показатель имеет. Потом, значит, Андрей женился на обороте Сатурна. Как раз он вот наступился на горло. Вот так вот он держался в руках. Он вот все лишнее там выкинул. Он подвиг совершил, можно сказать. Вот молодец. 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 Значит, что здесь еще у нас? Ну, у нас большую любовь очень показывает последние вот пару лет. Потому что Нептун, который за безумную любовь отвечает, и который двигался по рыбам в конце рыб, он аспектировал вот это вот соединение Марса, который управляет Скорпионом, Меркурия и Плутона. Вот все они управляют Скорпионом, да. И вот, конечно, транзит такой, как говорится, вот планеты... Показательный. Вот планеты безумства, конечно, он дает влюбленность, у человека закрываются глаза, он не видит недостатки и так далее. И вот сейчас, значит, показательно, заведение ребенка у мужчины, по крайней мере, стоит. И когда, года через три, когда Нептун перейдет в Овен, да, и встанет на Луну, здесь тоже показатель вот заведения ребенка. Хоть Луна и отвечает у нас за четвертый дом в данной карте, но Луна – это всегда дети, всегда это у нас малыши какие-то. И, может быть, не обязательно пятый дом должен показывать ребенку, может, четвертый показывает. Семья, гнездо, птицы в гнезде и так далее. И вот пока вот эта любовь стоит, и эта большая любовь будет стоять еще года четыре. Ну, а потом Сатурн постепенно зайдет в Телец, ну, это через несколько лет, и вот встанет, да, да, даже в Овне он будет, он встанет в оппозицию к Венере. А Венера здесь отвечает за брак. Венера вообще отвечает за брак, но в данном случае вот конкретно она за брак отвечает в этой карте. К Венере, видите, к Венере имеется квадратура от Урана. Конфликты будут, конфликты будут. И, значит, их можно даже просчитать, когда они будут. Вот, например, дойдет в Овне, до середины Овна, Сатурн, и сразу у нас вопрос, как жить дальше в семье, как и что, и так далее. Это будет год через четыре. Ну, да, уже дети заведутся, да, и там... Да, будем надеяться, что это все пройдет. Вот, и, значит, у них обоих луны, да, в одном знаке. То есть они... Оба. Оба, да. И луна на асценденте со стороны 12-го дома в Овне, ну, такую очень заведенную эмоциональную составляющую показывает. И у нее тоже. А про нее что можно сказать? Мне очень нравится, что солнце девушки встало прямо на Венеру этого мужчину. Прямо женщина мечты она умерла. Вот. Ну, что про женщину можно сказать? Тоже же ведь полнолуния родилась, до Марса в Козероге. Женщина такая волевая, конечно, и вспыльчивая очень, да? Да. Но при этом, что интересно, Венера в деве, а это хорошо в их случае, она как-то все-таки, мне кажется, с подсчетом, с просчетом, с практичностью. С практичностью, да. Да, в отношении. Вот надо все подсчитать, да. И если брак, ну, она так вот смотрела на него, смотрела, он такой вредноватый, она такая эстетичная вся. И если она посчитала, что это, ну, как бы мужчина хороший, будет ее любить всю жизнь, да, будет деньги зарабатывать. Будет он же. У нее восьмой дом, да, деньги зарабатывать там. То это вот очень правильно. Согласна. А если вот вера в такое, что он вот, вот он такой вот хороший, и дальше невозможный характер у нее будет хороший, то это вот неправильный расчет. характер будет меняться в такую более жестковатую сторону у него, да. Она вот вся, тем более ей вот сложно принять решение, то да, то нет, то хочу, то не знаю. Вот такие здесь показатели. Но мы надеемся, что брак-то будет хороший. Вот давайте... Ну, все же люди переживают эти квадратуры и оппозиции, правда? Да, конечно. Как же тогда все живут и по 40, по 50 лет? Конечно. Ну, то есть здесь вот беременность, вот по беременности. Ну, вот прям сейчас показатели и у нее, и у него. Это первое. И потом, значит, еще показатели года через три, да, вот, хорошие. У него там вообще зашкаливающие стоят. У нее, не знаю, 2001 год. 2001 год. Так что вот, пока что так, будем надеяться, у всех сложные показатели имеются, у всех сложные показатели. У нее тоже Венера, у нее тоже Венера за брак отвечает, и тоже Венера к Сатурну, квадратиты, Плутоны здесь... Ну, нашли друг друга. Ну, да, вот приживание трудное. А там посмотрим. Ну, будем надеяться, мы так не можем сказать, мы не боги. Ну, а мы что сказать, сложности будут, но они преодолимы, если люди хотят быть вместе. Они преодолимы, да. А что касаемо детей, вот сейчас и год через три. Да, можно от двух сразу завести, да. И сейчас и год через три. Сладитесь, размножайтесь. Совет для любовь. Да. Думаю, мы ответили Анжелию. Да, а у нас вопрос... Звонок? Звонок, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда, очень приятно. Надежда, что бы вы хотели узнать? По своей свидетели, там, не знаю, предстоящий год. Скажите, пожалуйста, ваши данные, мы с удовольствием посмотрим. Родилась в городе Мурманске 12 августа 1986 года в 2 часа 10 минут. В 14 часов 10 минут? Нет, в 2 часа ночи 10 минут. Хорошо. Так, Надежда. 86. Надежда. 12. Значит, Надежда, 19 августа 86-го, вторник. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12. 12. Угу. Всё переменим сейчас. 12 августа 86-го, вторник, 2 часа 10 минут, Мурманск. Что мы имеем? Мы имеем Луну во Льве, ой, Луну, простите, Солнце во Льве, Солнце во Льве, в 19-м градусе Льва, а Луну в Скорпионе с Плутоном в соединении. Как вот эмоциональный мир тут у вас очень интересный, какой-то очень большой, переживательный, очень глубоко переживательный. Монетельный, осторожненький. Да, такой вот показатель. Как у вас вот этот год прошедший, 22-й прошёл? У нас показатели, ну, как-то с тяжестью какой-то вот. Да, с тяжестью, сомбурно, всякие проблемы решала, но очень тяжело. Очень тяжело. Вы сейчас не собираетесь переезжать, менять квартиру? Ну, не планировала, не планировала. Ну, какие-то изменения впереди вас касающиеся, ну, вы как-то будете меняться. Ну, не знаю, может, оно дойдёт и до жилья. Посмотрим, в общем, летом, что здесь вы. Может, семейные какие-то перемены? Можно семейные, но, по крайней мере, вам будет легче намного, чем было в прошлом году. Так, что здесь ещё подсказываете? Тригон от Сатурна к Луне. Скажите, Надежда, что-то, может быть, по службе у вас должно быть новое или, наоборот, устаканиться с чего-то вы ожидаете, чтобы на работе устаканилось? Ну, я даже не знаю, как вам сказать. А у вас что за профессия? На работе вроде как всё спокойно, руководящих должностей. На работе всё спокойно. Что тут у нас есть? Хотя я хочу карьерного роста. Ага. Возможно, в дом. Очень интересно. Ну, а вот сейчас, скажите, вот перемены показаны, и элемент этого карьерного роста присутствует. Вот, например, вот сейчас, вот этой весной, которая наступит, вам ничего не предложат? Ну, там хорошие варианты. Ну, возможно, возможно. С одной стороны, квадратура через сложности, но с другой стороны, Юпитер будет поддерживать. Да, Юпитер будет поддерживать, да. Поэтому вот может быть всё такое хорошее, нормальное и интересное. Так, что тут ещё может быть? Ну, я смотрю, как здесь. Ну, здесь ещё видите, что показано. Где-то, вот если время точное, 2-10, да, это будет года через полтора-два. Если время не точное, 2 часа, например, то это будет вот этот год и чуть-чуть следующего. Здесь начинаются перемены очень большие, и, возможно, эти перемены будут связаны с вашей деятельностью. У вас как-то изменится, там, оптимизация будет какая-то или ещё что-то. Но здесь у вас, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, не коммерческая структура, явно. У вас какая-то государева, ну, потому что служба показана, вот, Ксения спрашивает, и так далее. И там, скорее всего, будут какие-то перемены, будут изменения вот этой структуры, и что-то будут подвигаться, какие-то пласты меняться и так далее. Но сейчас, вот в этом году, можно, конечно, ну, что-то такое вот интересное отхватить. Да, особенно до лета. Но это ненадолго, там будет оптимизация какая-то. Это не говорит, что вы упадёте оттуда сверху, это говорит о том, что там что-то будет меняться, как-то переделываться, перекраиваться. То есть у вас устойчивости в вашей организации в ближайшее время не видно. Но зато и депрессию у вас, слава богу, никакой не видно. Все вот эти тяжёлые времена уже, собственно, прошли. Они прошли, да. Вот. Вот, Надежда, ещё что-то интересует вас? Ну, спасибо большое. Спасибо, что вы нам позвонили. Всего доброго. Звоните нам ещё. До свидания. До свидания. До свидания. И знаете, что ещё спрашивали меня люди? А почему вот дом пустой, а что-то происходит? А что же, не ответ на этот вопрос не знают? Управительник пусть смотрит. Ну, вот пусть смотрит, но смотрите, какие вопросы, да. Ну, такие ещё. Ещё вопросы. Ну, вот простые люди собрались, да, ещё вопросы. Вот мы, значит, построили натальную карту в интернете. Вот проверьте, правильно ли сделали. А не вообще на какой-то, знаете, на чьё итиш какой-то. А, джи итиш, да. И вот эта вот астрология индуизма, да. Да причём ещё южно-индийская какая-то, там карта квадратная, там что-то написано с треугольничками. Я за голову схватился, я говорю, ребята, я не понимаю вообще, о чём речь. Тут вам уже индусы пригодятся. Да. Я с индусами иногда переписываюсь, что-то они на меня выходят, то есть сикхи какие-то. А серьёзно? Они хотят вот что-то такое изучать в плане астрологии, своей судьбы и так далее. Ну, это хорошо, что люди интересуются, как-то развивают себя. Это же здорово. Это же здорово, да. Тем более такой вот, как вы говорите, исследовательский потенциал большой в астрологии. И там даже если читаешь книжку, можно там построить автора и посмотреть, почему он так писал, чему надо, да, почему Гарри Поттер придумался и так далее. И даже самое интересное, что есть гороскоп Гарри Поттера. Серьёзно? Только его построить легко, потому что в одной из книг говорили, когда он родился примерно, когда он лев. У меня есть где-то карта Гарри Поттера. Ой, надо будет обязательно посмотреть. И мы её как-нибудь разберём здесь, да. И вот на самом деле, чтобы писатель не придумывал, да, он ничего как бы выдумать не может. Того, чего бы было, могло бы быть на самом деле или в каком-то мире, да. А если это на земле, то мы легко строим карту. Например, кого мы можем построить? А Стапа Бендера можем построить. Ну, то есть вымышленный персонаж, на самом деле, это не очень вымышленный. Не очень, но он же описан, да, у него происходят события определённые. Например, Шерлок Холмс. Например, там у нас спор с британцами по поводу Шерлока Холмса. Да, а в чём же сходят? Британцы говорят, что он козерог. Так. А мы говорим, что он дева. Ну да, больше на деву похожа. И в деве соединение солнца с прозерпиной. Да. И Нептун у него с чёрной луной. Он же морфий себе колол. И вот это вот его метод, когда он находил там по каждой закорючке что-нибудь. Это же дева больше, чем козерог, да? Но это в нашем понимании. Может, англичане как-то по-другому. Но стихию мы ставим одно и то же. У них даже есть в козероге там зимой день Шерлока Холмса. У них даже есть праздник такой. Любит как этого персонажа. Ну, конечно. Сам себе праздник не придумаешь. Ну, кто тебе праздник не придумал? Согласна. Сергей Михайлович, у нас есть ещё один вопрос из чата. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Виктория родилась. 20 такого прям сразу. 22 июня. Молодец. Правильно так и надо. Виктория сейчас. Виктория. 22 июня. 4 утра. Кандалакша. 22 июня ровно в 4 утра. Только июля. Киев бомбили, но убили, что началась война. Да. Значит, Виктория, 22 июня 90-го. 4 утра. Кандалакша. И она сразу даёт молодого человека. Видимо, нужно будет... Сейчас. Кандалакша от 4, ровно 4. Кандалакшу сейчас построим. Очень интересно. 22 июня 90-го. 22 июня 90-го. Пятница, 4 утра. Кандалакша. Так, теперь у нас молодой человек. Как его зовут? Молодого человека зовут Марат. Марат. Марат родился 6 августа 1988 года. 18.00 в городе Мурманск. Ксения, я предлагаю вот сейчас так сделать. Эти карты оставить. Вот мы их построили. А поскольку нам звонят, мы откликнемся и после этого будем продолжать. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Я родилась... Я родилась 30-го, 10-го, 1970-го года. Во сколько и где? В Мурманске сейчас ночью 15 минут 2-го ночи. 0-1-15. Ольга, что бы вы хотели узнать? Я бы хотела узнать, ну, финансово, представляете, что он знает в этом году. Также, возможно ли переезд в другой город? Так как у меня дочка будет поступать этим летом. Ну, и кто там в личной жизни ожидает? 18-й льва? Да, 18-й льва. 30-го октября 1970-го года, пятница, час 15, Мурманск. Ну, значит, вот смотрите, как скорпион... Что-то сегодня он скорпион потянул. Как скорпион заполнен. То есть вы двойной скорпион, у вас и луна, и солнце в знаке скорпиона находится. Вы такой вот въедливый человек. Такой вот видящий все недостатки насквозь. Значит, что здесь? Вот вы спрашиваете про личную жизнь. У меня вот по прошлому году, ну, как бы, показатель и хороший, и не очень хороший. Вот я даже не знаю, как его разобрать. Вот, если исходить из того, вот, про личную жизнь. Вы замужем, не замужем? Вот мы расстались. В том году? В прошлом году, да. И все, и расстались навсегда. Ну, вот у нас такая, знаете, точка не поставленная. Ну, вот, вот оно и видно, что и так, и сяк. Не ставьте точки никакие. Значит, точки никакие не ставьте. Ну, посмотрите, что будет происходить в ближайшее время. Вот, скажем так. И ничего тут не предпринимайте. Ну, там у вас просто, как бы, сложные показатели по этой Венере. А Венера иногда вот отвечает за вторую половину. За вторую половину. И Юпитер шел... Конечно. Очень интересует то, что вот я сейчас в поездах работаю, что у меня с этим так будет продвигаться. Потому что ребенок будет поступать, и все, что на деньги нужны. Ребенок будет поступать. А вы чем хотите заниматься? Вы вот не занимались чем-нибудь? Да, я, понимаете, я в прошлом парикмахер, но уже к этой профессии я не вернусь у Серпина. Вот. А, ну, сейчас так, кем придется? Рассматриваю разные предложения. Ну, такие, не конкретно по какой-то специальности, а ну, только можно для конкретной специальности. А вы с чем вы не занимаетесь-то? Ну, не хотите... Вот Сатурн, Сатурн у нас, вот он в Зените находится. Я все вот сейчас себе ломал голову. Вот что это такое Сатурн? То ли вы руководите чем-то, он может так показывать, то ли там что-то еще вот непонятное. Да, он отвечает у нас за ногти и волосы. Так да. Давным-давно не было главным сам. Давно. Ну, вот экономическая функция видна. А потом, в 18 лет я работала парикмахером. А почему вам эта профессия разонравилась? Просто у вас тут стереоскопение? У нас, ну, 90-х, 2000-е годы все развалилось. Нет, я про парикмахерство. Про парикмахерство? А, это парикмахерство тоже пандемия. Все, мы всем коллективом оставили парикмахерство. Так а почему вы не хотите опять-то? Да, вот смотрите. Возвращаться не хочу, не знаю. Хорошо, хорошо. А чего ногтями-то не заняться? Ногтями? Да. Ну, я на этом не училась, допустим. А что, долго учиться там? Годы, что ли, нужны? Нет, ну, я как бы не рассматривала это. У вас вот ногти, например, вот парикмахерская деятельность, у вас вот просто здесь вот нарисованы. Ну, пандемия, ну, тёпнула у вас. Вот смотрите, что было в карте. Объясняю. Сатурн, который все ограничивает, с началом пандемии зашел в знак Водолея. А у вас всё в Скорпионе. И он вот утюжил этот бедный Скорпион, вот пилил его, пилил из этого Водолея. Пилил, пилил. Два года. И допилился. Тараскалась, тараскалась я, и в итоге всё это бросила. И всё, и всё, и он ушёл, всё. Так сейчас будут тригоны, возвращайся. Сейчас и обновление начинается какое-то. Вот здесь вот у вас уран идёт новое. Можете самостоятельно работать, да? Можете работать, если... Вот сейчас очень модно, очень модно, ну, как бы с точки зрения бизнеса, работать по вызовам. Да, нету, как его, аренды? Помещения, да. Аренды нету, да? Приехали, куда надо, сделали, уехали. Прикмахер на дому. Полно всего. Здесь надо просто было... Ольга, как вам такая идея? Ну, не знаю, я вот почему-то хотела вообще уйти от парикмахерки. Так, а куда бы вы хотели? Вот давайте вы нам скажете свои идеи, предположения, а мы вам скажем, звёзду одобряют или нет? О, точно, да. Ну, я не знаю, вообще я хотела куда-нибудь, либо в курьеры, может, в банк, в Синько. Может быть, на какую-то сборку вот этих вот продукций какой-то, знаете, сейчас тоже, ну, вот в этом... Ну, вот смотрите, нормальный парикмахер, кто на себя работает, кто на себя работает, будет, например, от 80 тысяч рублей зарабатывать в месяц. И плюс у него будет, ну, свободный график, скажем так, да. А курьер будет зарабатывать 30. И его изгоняют так, что дышать будет невозможно. В общем, вы мне советуете вернуться в космическую, да? Конечно. Конечно. Тем более у вас асцендент во льве. Вас надо все время хвалить, понимаете? Кто-то должен быть рядом, который говорит, Ольга, ну, пожалуйста, ну, вернитесь в профессию, сделайте мне чего-нибудь хорошее. Да, да, да. Вас надо хвалить. Вас похвалите, все. У меня так, или мне здесь уже все так надоело. Я думаю, если дочь-то, она у меня в Питер собирается поступать, думаю, с ней что ли рвануть уже здесь, сдать квартиру, поехать туда за новыми впечатлениями, там уже что-то куда-то устроиться на работу. Ну, здесь есть изменения. Изменения очень большие. И начинаются они с этого лета, и где-то года полтора держится. Уран у нас вот здесь болтается, в самом верху, да? Да. Он изменения вам даст. И там Венера у вас может за девятый дом отвечать, за работу отвечать. За пять. И так далее. То есть здесь надо пробовать, конечно. И если вы нас спрашиваете... То есть у нас все варианты такой возможен, да? Возможен, да. Возможен. И что-то заново все начать. Но все-таки надо начинать вот ваше... Ваше... Сейчас говорят, не парикмахер. Я не парикмахерством занимаюсь, а парикмахерским искусством, понимаете? Да. И барбершоп, потому что мужчин, скажите. И вот вам надо идти, я думаю, в огромных... Я почему хотела отойти от этой профессии, все-таки уже шестой десяток. Я думаю, когда, ну, девочки по малому должны там работать, чтобы клиентам нравится. Ну, так а почему? Нравится клиентам... У каждого свой клиент. Вы понимаете, красивые девушки красивым девушкам не нравятся. Правильно, да? А если вы будете красить, там, там, покраска... Сколько вот... Окраска или покраска, я не знаю, как правильно называется. У меня много, да, знакомых, замечательных в этом плане. Они целый день красят, там, целый день, полдня окрасят кого-то. Ну, красить и красить, вот, что, трудно, что ли? И все, и тем более большой город, большой город, если вы в Петербурге едете, огромный город. Вот я выходила, там, понимаете, там много мастер-классов, почему-то учиться. То, чего у нас в нем, а в семье нет. Ну, так вот вы сами ответили на вопрос. Вот сами ответили на вопрос. И ваш возраст, ваш возраст... Ну, город большой рассматривала, думаю, доплюнуть на все нафиг. И дать квартиру, да поездить, и дочка рядом все-таки будет поставить. Конечно. Тоже город-то нам незнакомый, мы же там никогда не жили. Так проездом случайно. Ну, видите, вы проездом были, это уже полдела. А некоторые еще эти проездом не были. Он меня прям забирает, этот Питер, я не знаю, как будто я там всю жизнь родила. Ну, так и что, вот и что, и смотрите теперь. У вас явно выражен в Скорпионе у вас раз, два, три, четыре, пять, шесть планет Скорпионе из 12, шесть. И Скорпион имеет такое свойство себя изъедать. Вот иногда не столько тюкаем кого-то, да, сколько выгрызаем все себя. У меня ничего не получится, я плохой специалист. Да, да, да. То есть это проблема... Да, это неудивительно себе, что вот кто-то, да, я, ну что я, вот так вот. Да. И потом, смотрите, там же мастер-классы, и вы же можете мастер... У вас же опыт какой, да? Да, мастер-классы, да. И у вас экономическая какая-то функция образования экономическая. Вы как ИП открыть, закрыть там, траля-ля, работать по лимфмакерам. Мастер-классы, бухгалтеру же, да? Да, да, да. Мы заведовали, чем я, да, что вот надо посмелее мне быть. Но ведь Марс-то в весах, вот она нерешительная. А, вот Ксения нам отвечает, да. Вы просто... Вот Марс, который отвечает за решительность, он находится в знаке нерешительности. И поэтому вы то туда, то сюда, то поеду, то не поеду. Вот не хватает мне пендаля вам. Да, вот пендаль, вот пендаль очень хорошо дает вторая половина, либо ребенок пендаль дает хорошо, да. Вот ребенок, потому что второй половине надо то ли пендаль отдавать. Ну, понятно. Это я у него. Почему-то вот я ему даю пендаль, а он сидит, ждет как в моих решениях. Я должна все решить. Ну, все, решайте тогда. А многие отдают так, да, решение. И у вас, смотрите, третий дом, это же трын-тын-тын. Да, поговорить, покататься, конечно. Обслуживание, да. Да, работа с людьми, движуха. Вот вы сами хотите там в курьер идти, вот где двигаться много надо. Да я не была там никогда, я вот честно не представляю. Я уже тут и поломыкаю устраивалась, строю материалы, лежала отсюда, но не мое это вообще. Не мое. Поставили бы кресло, да, всех-то там, всех там подстригли. И всего-то, да. И эти бы деньги заработали. Там 50 камер над тобой, а я вообще это терпеть не могу, когда надо мной 25 начальников. Ну, конечно. И каждому что-то надо от себя. Да, и еще же Юпитер, планета, пойдет прямо в оппозицию к стилиуму. Мне кажется, захочется большего. Захочется большего. А не то, что сидеть и сортировать в ленте пакеты. Ни в коем случае. Вот все, вот это время, когда было очень тяжело, оно вот закончилось. Все, начинайте жизнь, и все получится. Да, вот, подислава тебе, Господь. В общем, надо мне посмирее в этом направлении идти. Конечно, конечно. Все, и ничего, и при переезде. И не габритать, но вывелать. Не надо ничего. Это же опыт. Это же его, во-первых, не пропьешь. Я просто, знаете, что-то закомплектовала из-за возраста. Думаю, да уже что там, на ногах тасать, что-то часов, блин. Там как-то уже и внешность, конечно, не как в 18. И что-то вот я вот так вот. Понимаете, все зависит от клиентуры. От клиентуры бывает один клиент его, да, и целый день потом вы свободны. Вот к этому надо стремиться. И второе, сейчас можно и стулья, видите, у нас стулья какие стоят. Мы специально купили, чтобы везти. Да, и вы тоже можете сидя. Просто это надо, как бы, сказать себе, что хочу вот так. И все. Ой, спасибо. А про ребенка, то есть у нее будут перемены? Значит, она у меня уедет. Надежда, а давайте ее данные нам. Надежда, как зовут вашу дочь? Нет, Ольга. Женя, Евгения. Женя, дочку зовут. Евгения родилась, она в 13.20. В Мурманске? Да, да, да. 12 января. Калыч. 12 января 2005. Ага. 13.20. Мурманск. Мурманск. Все, мы там. 28-й Овна. Да, наверняка. Так, Евгения, 12 января 2005, среда 13.20. Мурманск. Мурманск. Так, что мы имеем? Солнце имеем в Козероге. Луну в Водолее. Луну в Водолее. Венеру с Меркурием тоже в Козероге. Марс в Стрельце. Ну, изменения мамы показаны. Луна тут и за 4-й дом отвечает. И как бы она будет, туда будет квадратить уран в течение года. То есть перемены места жительства тут как бы читается? Читается перемены места жительства, да. Читается уезд. Ей хочется уехать, если она еще не уехала. Очень хочется. Она ездит на конференции. Вот была в феврале и в марте поедет. А что за конференции? Чем она профессионально занимается? Она по химии в Москве заняла второе место в институте имени Меделеева. Сейчас поедут в Баумана, в университет имени Баумана. Очень здорово. Она в Меделееве, но она в Беохиму ходит в медицину. Ну, при такой карте Козерог такой. А в медицину в смысле врача или в медицину в смысле научно-исследовательскую? Ну, как пойдет. Вообще, мне кажется, она будущей научной сотрудниками, так как-то. С нашей колокольни, вот Сатурн, который управляет Козерогом, и который находится напротив Солнца, это всегда что-то связано либо с наукой, либо с медициной, вот если правильно идти по жизни. Ну, пусть будет. Она вообще у меня такая, патологоанатом. Я в топе от нее. Вот, кстати, патологоанатом очень хорошая профессия. Точнейший диагноз вообще стоит. И тишина. Трупов я никак не пойму. Ой, простите, пожалуйста. Простите. Трупы? Ну, не знаем. Ну, Сатурн у нас за смерть отвечает Сатурн, да? Он с черной луной в соединении в раке. Может быть, это, да, может быть, это анатомичка и есть. Ну, кто его знает. Я думаю, что это самое, я ее отговариваю, как могу. Думаю, ну, пока учится в 6 лет. Там же сначала 6 лет на врача общей практике, а потом уже 2 года на узкую специализацию. Думаю, я ее как-нибудь могу отговаривать. Ну, тут и наука видна, и наука видна, и преподавание людей. С одной этой стороны, всегда востребовано, понимаете? Всегда вот востребовано. Ну, я не представляю, как вот после такой работы человек вот с каким настроением. Ну, вот я вам расскажу такую историю. У меня вот с такой картой, с такой картой, есть клиентка, очень хорошая девушка. Вот с такой картой. Ей каждый день снится кладбище. Ну, вот. Ну, она их не боится. Почему-то я так стараюсь. Вообще, для меня это запретно. Нет, вы привыкнете. У вас скорпион 29-й уже день. Вы привыкнете вообще без вопросов. Она повлияет на меня. Она вас сводит на экскурсию. Будем уметь не ходить на кладбище. Хорошо. Ой. Нет, ну, давайте так. Девушка действительно очень умная, карьеристка прям такая, да, готова пахать, трудиться ради карьеры. Ну, она учетая, да. Она молодец у меня. Да, херония. Я сама ничего не делаю. Она учится у меня прям сама. Ну, показатели к этому, да, хорошие. Будет совмещать она две профессии или две работы внутри одной профессии. Два вуза. Два вуза, да. Поэтому, что я вам хочу сказать. Марс у него в восьмом доме в соединении с планетой Плутон. Поэтому патологоанатомия, или как это правильно называется, в принципе, очень даже ничего. Смотрите, все-таки... Ну, короче, Питер, держись. Ну, не кладбище, но... Питер, держись. Наверное. Морги Питера, держитесь, да. Ой, Ольга, как хорошо, что вы нам позвонились. Вообще просто. Прям настроение поднялось. Здорово. Редко разбираюсь, да. Нет, но вы ее не отговаривайте. Посмотрите, что будет происходить, да. То есть, это же тоже востребовано. Очень сильно и выписывается. Смотрите, она, значит, это патологоанатомы. Они, это, тут же пречетки, пока награти. Слушайте, у вас все... Вы знаете, у меня один студент учился. Значит, мой ученик из гимназии. И вот он в анатомичку ходил с удовольствием, да. И там приходят индусы из Пакистана, ничего не понимают. А он за денежку ногу разберет, там, печень вырежет или что-нибудь такое еще сделает. То есть, продавал свою услугу таким образом. Деньги зарабатывал. Собей Михайлович, давайте еще у Жени посмотрим, кстати, Нептун с ураном во взаимной рецепции. Вот и наука при этом, при всем как-то завязана на эту патолоку. Что это? Ну, Нептун, мы ответили, это химия. Прям химия, наука. Сообщество. Она даже статьи у вас, наверное, будет писать, скорее всего. Нет, статьи такие люди пишут, конечно, и в научных журналах публикуются. И все, и здесь поездки. И вот мне на химии очень нравится. Она говорит, мам, даже если в медицину я не поступлю, мне главное, чтобы в моей профессии была химия. Слушай, ну как в медицину такой человек, как такого человека не взять в медицину? Вот кого мы возьмем? Вы придите, посмотрите там, в поликлинику, что он сделает. А тут человек рвется в медицину. Она говорит, я не хочу быть таким врачом, которому... Вот она ходила на прием и говорит, я ей два раза сказала, что я не кашляю, а она мне два препарата от кашля выписала. Говорит, я не хочу быть таким врачом. Хорошо, что от кашля, они же могут еще что-нибудь выписать. Ой, Ольга, да. Так, что мы для вас еще можем посмотреть, Ольга, скажите, пожалуйста. Да я, в общем, сама-то растерялась прям для себя, не знаю, любимой. Ну, нет, ну, значит, что... Ну, в общем, главное, что у меня в перемену надо мне посмелее с этим быть. Надо посмелее, и надо ваш опыт использовать. И это неправильно его терять. Вот с этим я совершенно согласна. Оля? Да-да-да. Опыт не хотим мы, чтобы вы свой теряли профессиональный. И не хотим, чтобы пакеты укладывали. А хотим вам пожелать прекрасной поездки в Санкт-Петербург, чтобы у вас там все сложилось. Дочери вашей самых больших успехов. Надеемся, скоро, да, там... Да, позвоните нам через годик из Санкт-Петербурга. И мы все посмотрим. И расскажите, что да как. Спасибо за ваш звонок, звоните нам еще. Сегодня я вам позвоню через год, что у нас там получилось. Супер, отлично. Будем ждать. Всего доброго, до свидания. Да, всего доброго. Какие приятные люди. Ну, мы успеем наших... Сколько у нас осталось времени? Две минуты до конца. Не успеем. Не успеем. Придется оставить Марата. Оставим. А, семь минут, семь минут, семь минут. Давайте посмотрим. Так, Виктория. Так, 22.06. 22 июня 90-го года, 4 утра, Кандалакша. Первый тельца. Первый тельца. Первый рак. Кандалакша. 22 июня 90-го года, 4.00. Кандалакша. Да. А, первый тельца. Я солнце сказал. Так, что нас спрашивают? Значит, Виктория хочет узнать, сменит ли муж место работы, Марат, и ожидает ли их пополнения в следующем году? Ну, пополнение тут легко сказать. Солнце у нас в первом раке, то есть в следующем году, в 24-м, пожалуйста, наш замечательный Нептун встанет на границу рыб и овна. 30, 60, 90. Да, 90 там тоже такой напряг, но он дает ребенка, то есть ожидает, пополнение ожидает. То есть здесь все-таки, кстати, Виктория, вы рак, да, вы не близнец никак. У вас в первом градусе рака вот находится. И еще, смотрите, Венера в тельце в 27-м. Ну, все, значит, все, вот беременность может наступить даже в этом году. Ту-ру-ту-ту. Ту-ру-ту-ту. Четвертый за последние двое суток ребенок у нас. А пятый мы еще сегодня... Какой вы педавитый! Астролог. Так, Марат. Марат. 6 августа. Сейчас, где-то у меня был. 6 августа. 1888 года. Года. Суббота. 18.00. Марат, боевой у вас. Шустрый, быстрый, боевой, яркий такой человек. А что, Марат? Сменит ли Марат работу? Работа. Ой, Марс, Вовни, как мне нравится. Марс, Вовни, да. Они сразу... И видите, лев, лев и близнец, и луна в близнецах. Шустрый, быстрый. Так, Венера в 30-м, управительница работы, в 30-м градусе близнецов. Спрашивают про работу. А когда у нас есть процесс смены, значит, Юпитер, давайте Юпитер переходит границу рыб и Овна, вот этим летом, 30-60-90. Юпитер переходит летом из Овнов-Тельца. Наверное, про Никто. Ой, из Овнов-Тельца, спасибо, что подсказали. Из Овнов-Тельца, 60 градусов делает аспект к Венере. Пожалуйста, меняйте, меняйте. Это примерно май. Май, меняйте. Особенно, если куда-то пригласят. Вот секстиль, ну, это 60 градусов от Юпитера к управителю работы, особенно, если куда-то приглашают, какие-то там кореша появляются, зовут, давай к нам, там, дра-ля-ля, или там еще что-то такое, или очень хочется, когда вот в этот момент выигрышные вещи поменять работу. То есть, ну, мы не можем сказать поменяет, но то, что возможность есть поменять, и то, что надо менять, это точно. Так, квадратура, квадратура, все поняла. И плюс еще к этому, смотрите-ка, как улучшается, на солнышко же выдает сейчас Юпитер хороший аспект. Да. На Меркурий. На Меркурий. Там он как-то его и заметит, и деньгами как-то. И заметит, да, и обязательно надо, если он хочет, вот, а нигде что-то не получается найти, информацию распространить вокруг себя, вокруг себя, и она в мае к вам вернется с возможностью поменять работу. Так что, Виктория, пожалуйста, меняйте, рожайте. И здесь тоже, там, на ребенка Венера в 30-м, также, видите, близнецов, как там солнце в первом раке, видите, Венера женщины, ой, Венера мужчины на солнце женщины. Как всегда все самое. Как всегда. Любовная любовь. Любовная любовь, да. Все, там и все. Так, прощаемся. Да. Уважаемые телезрители, на этом наша передача «Знаки 2.0» подходит к концу. Пишите нам, звоните, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Да, большое спасибо за ваше внимание. Всего вам самого доброго. До встречи через неделю. Пока.